Тверская театральная студия КИТ отметила первый свой юбилей. 18 октября исполнилось ровно пять лет со дня ее основания. По этому случаю в областном дворце культуры пролетарка состоялся большой праздничный концерт, на котором побывала и наша съемочная группа. Название КИТ на самом деле никакого отношения к самому большому в мире млекопитающему не имеет. КИТ это аббревиатура, которая расшифровывается как книга и театр. Идея создания такой инклюзивной студии пришла в голову главному библиотекарю Тверской областной библиотеки для слепых Галине Глуховой. Она же является и руководителем, и режиссером, и костюмером. Пять лет это веха, отмечает Галин Глухова. Для нас оно, конечно, очень значимо. Особенно для тех ребят, китят от названия студии нашей, у которых сегодня день рождения. Для них пять лет это очень большой отрезок времени, потому что они очень целеустремленные, они красивой душой, они очень добрые, открытые. Красивой душой, добрые и открытые – это как обычные тверичане, так и ставшие инвалидами, либо являющиеся ими с детства. Все они занимаются в студии КИТ, как, например, Вячеслав Жохов, который отмечает, что занятия здесь помогли ему не только избежать одиночества, но и раскрыть себя по-новому, как актера. Недавно у нас был спектакль «Дети войны». Мы даже с ним участвовали в конкурсе, ездили в город Ипицк на международный фестиваль. Там принимали участие. Также, кто у нас занимается танцами, кто вокалом, стихи читаем. У нас разнообразно все. Юбилейная концертная программа «Выход на бис» впервые представила зрителям и гостям праздника все то, чему участники студии научились в своей театральной семье за пять прошедших лет. Что касается места проведения, Дворца культуры «Пролетарка», то он был выбран не случайно. Мы с недавнего времени стали инклюзивной творческой лабораторией, одной из функций которых является как раз-таки объединить творческие коллективы, просто творческих людей. Учреждения, которые работают с людьми, имеющими инвалидность, ограниченные возможности здоровья в направлении творчества, направлении образования. Сегодня за плечами руководителя «Кит» и её профессиональной команды актёров такие постановки спектаклей и представлений, как «Последний свидетель соло для детского голоса», «Иван-Царевич и серый волк», театрализованная программа «Война, победа, память». Именно эту работу команда «Китов» представила в сентябре нынешнего года на третьих международных инклюзивных играх в Липецке и завоевала высокое звание дипломантов среди участников из 79 регионов России и 19 стран мира.